С детства Я всегда была очень творческим, наверное, человеком, ребенком, и всегда дома придумывала всевозможные игры, развлечения с сестрой, и всегда, ну что-то там, мостики дома делали, гимнастикой занимались, и рисовали, и танцевали, и шили для кукол. Ну вот все, что связано с творчеством, всегда очень привлекало меня. Вообще я очень люблю такую маленькую работу, люблю шить блесточки на костюмы, это было вообще с детства самое, наверное, любимое хобби, когда у нас были свои костюмы, и мы обшивали их, и мне очень нравилось блесточки шить. Такая малая моторика, да, называется? Мне очень нравится это. А вообще мама меня всегда вот, ну, с детства называет нашей золотой рыбкой, ну, как бы семейной, потому что, я не знаю, наверное, я мамы ассоциируюсь с золотой рыбкой. Они всегда так называют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это началось в школе. Я начала заниматься со своим учителем физкультуры, такой маленькой гимнастикой. Это тот человек, который заметил, что у меня есть натуральный талант гибкости. И вот она меня научила сделать мостики, шпагасики. И я выступала на школьных мероприятиях Новый год, там, какие-то мероприятия в школе. Я училась во втором классе, мне было 7 лет. И моя учительница, моя классная руководительница в моем классе, в моей школе, она сказала, что приехал Бурятский государственный цирк и привезли тренеров из Монголии. И они сейчас проводят кастинг в нашем спортивном зале. Если вы заинтересованы, можете с родителями пойти посмотреть, что там происходит. А я в школе была очень активный ребенок. И просто учиться мне было немножко скучно. Мне нужно было бегать, прыгать или танцевать. Но у меня просто энергии было очень много, меня зашкаливало. И я маму попросила, мам, 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 там идет какой-то кастинг, я хочу туда пойти. И вот мы зашли в спортивный зал, и я вижу тренера, детей там растягивают, на мостике стоят, тот попрыгает. В общем, проводился кастинг. И я зашла, я такая по фигуре маленькая, худенькая, ножки длинные. И меня вот моя тренерша, наша тренер, цендерчер с ЛНГ, она меня позвала и начала пробовать разные растяжки. Она говорит, а что ты умеешь? Ты умеешь садиться на шпагат? Я говорю, я нет, я вообще не знаю, что такое шпагат или гимнастика, или цирк. И она говорит, первый месяц будет пробный, а потом посмотрим. Если пойдет, пойдет, если нет, то нет. Она мне прямо так и сказала, я пошла домой, начала уговаривать родителей, я хочу, я хочу, я хочу. Но с тех пор я начала ходить. Мы в детстве еще в цирковой школе-студии, когда учились, наш тренер нам показывала, еще такие были большие кассеты, как они называются? Да. Такие видеокассеты у нас были с цирком, с шоу «Цирка Ди Салея». По-моему, это было в Салтинбанко. И там были девочки, четыре девочки тоже выступали в каучек. И мы просто влюбились в этот номер, и это было как будто бы на луне для нас, где-то в Америке, где-то далеко. И мы, конечно же, мечтали уже тогда, с детства, попасть в Цирку Ди Салея и выступать на этой сцене. Ну, я очень упорно тренировалась. Я никогда не опаздывала, никогда не пропускала тренировки. И я очень упорно тренировалась. Когда меня растягивали, видимо, вот это вот с детства у меня было. Меня первый раз не взяли. Если я не буду стараться, значит, надо меня отправить домой. Поэтому я не плакала. Нас растягивали. Было очень жутко больно. Нас часами растягивали. Делали мы силовые упражнения. Так, мне кажется, через уже буквально несколько месяцев я уже начала выходить на сцену, выступать и дальше развиваться. Никуда не жаловалась. Бывало такое, что я там где-то упаду, синяками, думаю, приду. Я их прятала от родителей. Потому что если родители увидят, я думаю, они меня, наверное, сразу заберут. Но я так хотела заниматься, что я вообще никому не говорила родителям, что мне больно, что я плачу каждый день. Или, в общем, так. Когда мы создали наш номер, мы стали ездить по разным фестивалям, цирковым, где всегда только занимали призовые места. По всей Европе ездили, в Центральную Америку поехали. И вот на гастролях в Мексике нам попался цирк Десале, где мы посмотрели наше первое шоу «Кидам». И как раз в это время они организовывали кастинг артистов. Мы пошли туда, прошли кастинг и через некоторое время нас позвали. Конечно, меня поразила организованность компании, что все нужно было, вот, было прямо такое расписание. Сколько нужно прийти и, допустим, тренировка на сцене, и ты уже должен быть полностью готов, разогрет. И еще меня поразило то, что любые какие-то пожелания или неудобства, которые были, и мы просили их там, может быть, нам где-то обогреватель нам нужен или еще что-то. И это все вот моментально предоставлялось. Я была удивлена, насколько были люди очень приятные, профессиональные и очень уважительно относились. Оба родителя, они как-то сыграли такую роль, что вот я маме могла говорить, что, о, мама, мне тяжело, вот я там могла и поплакаться, и там, когда она съезжала меня навещать, да? А папе я вообще никогда бы не говорила, что мне там больно или же тяжело или что-то, потому что папа мне все время говорит, да, бросай ты свой цирк, поехали домой. А мама вот именно, наоборот, говорила, надо, надо, занимайся. Когда я была чуть помоложе, я всегда особо не скучала по дому, потому что все было всегда очень весело, хорошо. А чем с удовольствием становишься, ты и каждый раз приезжая домой, ты видишь, как родители стали старше, там, братья, сестры, жизнь идет, а я как-то все время все в разъездах, в своем цирке. Поэтому сейчас я очень скучаю по родителям, по именно семейному очагу. И вот это, наверное, самое, что мне не хватает сейчас. Я работала с Байама каждый день, когда я создавал этого шоу. И, действительно, мы стали друзьями, когда, в Торонто, в Торонто, в Торонто, в Торонто, в Торонто, в Торонто. Байама, она одна из самых generous людей, что я никогда не видела. И я думаю, что это будет, что она, может, что-то, что она, может, что-то, что-то от всех. Она очень generous, что-то, даже если у друзей, что-то, что-то всегда, что-то, 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 что-то с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, со сцены все это смотрится легко и красиво Должен быть очень дисциплинированным, во-первых Во-вторых, очень организованным и знать свое тело И всегда разминаться, растягиваться Мы физически практически никогда не отдыхаем Даже если у нас есть перерывы Неделя, две недели, три недели Мы всегда поддерживаем форму Мы практически не можем ослабиться Один-два дня, да, но потом ты понимаешь, что Через 10 дней ничего не делать и идти на сцену Это невозможно Получается, тебе даже во время отпуска Нужно постоянно следить за собой и заниматься Это также включает тебя и питание, и диета И упражнения, и растяжки Во-вторых, это рутин Получается, это очень тяжело соблюдать рутину И делать одно и то же на протяжении Допустим, вот в этом шоу я уже 4 года На протяжении 3-4 лет Это один и тот же майкап Это все одно и то же График получается один и тот же И это очень, мне кажется, физически и ментально бывает тяжело А потом ты включаешь в себя робот И вот это вот делаешь, делаешь, делаешь Тысячу раз, наверное Самое приятное, конечно, это слышать аплодисменты Комплименты, комментарии от зрителей И тогда ты начинаешь понимать, что я это делаю все не зря Что люди действительно удивляются, радуются этому искусству Субтитры создавал DimaTorzok Британик ищет таланты Нас позвали, пригласили сами продюсеры Они увидели нас где-то, наверное, в Ютубе И вот нас пригласили И мы, конечно же, с радостью согласились на это Потому что это возможность, да Возможность показать наш талант И показать, чтобы люди услышали о нашей республике Бурятия Какие там есть таланты Hello Where are you from? Бурятия, it's inside of Russia ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы я изменила, наверное, Когда я переехала в 2010 году в Штаты Я бы, наверное, в определенный момент бы остановилась И пошла бы учиться Потому что у меня есть еще Как сказать? Второе мое вдохновение в карьере Я очень люблю индустрию моды И в будущем я бы очень хотела реализовать себя в индустрии моды И стать стилистом или персональным стилистом Или фэшн-блогером Ну, вот, мне эта индустрия очень нравится И много-много лет И если бы я бы немножко раньше это бы осознала Я бы, наверное, очень хотела бы учиться Получить диплом и строить карьеру Чтобы я изменила Наверное, нет У меня в жизни все слаживается так, как я хочу И как бы у меня нет такого, что я бы что-то хотела изменить И мне кажется, всему свое время И все идет как надо Три желания я бы Во-первых, я бы загадала Счастье, благополучие, долголетие Моей семье, моим родителям Второе желание, наверное Это же счастье, благополучие Для себя, здоровье в первую очередь И третье желание, чтобы построить свою счастливую семью Я бы, наверное, в первую очередь, конечно, попросила Чтобы родители были здоровы и счастливы Это мое самое первое желание Ну, хотя желание же не говорят, но как бы И второе, чтобы Наверное, все Что с моей работой, с карьерой все было хорошо То, что я На чем я сфокусирована И работаю Чтобы это все получилось Тогда, наверное, все-таки я Как бы с детства всегда была карьеристка С десяти лет Всегда только работала, работала, тренировалась Вот, поэтому, конечно же, есть свои цели И свои задумки в дальнейшем Ну и третье, наверное Все-таки хочется уже создать семью Детей завести И это как-то тоже нужно вместе с карьерой Сделать, чтобы пошло все вместе Наверное, мне кажется, самое главное Это Знать, откуда ты Вышел Откуда произошел Знать свои корни И уважать их И ценить Все, что родители И твои предки И вообще все сделали для тебя И Ну, вообще в целом Уважать и ценить то, что у тебя есть И старших уважать, самый главный тоже Родители Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова